Его сравнивают с Александром Абдуловым, но поклонники утверждают, Павел намного лучше во всех смыслах. Он обладает огромным талантом, а за его плечами внушительное количество киноработ. Зрители любят его и помнят по многим фильмам. «Алхимик», «Прогулка», «Капля света» и многим другим. В копилке актера более 80 фильмов в абсолютно разных жанрах. Но особенно волнует поклонников личная жизнь Павла, с которой он не делится от слова совсем. Это крайне обидно для ярых почитателей его творчества, ведь людям мало видят звезду на экране, нужно проникнуться его жизнью, чтобы найти еще поводы уважать и любить. Однако на данный момент у Павла за плечами два неудачных брака. Первая жена, бизнесвумен Анна Политковская, подарила актеру сына Федора, который остался с отцом после развода. О жене известно мало, но совершенно непонятно, как мать могла оставить ребенка. Но видно из Павла, родитель оказался лучше, поэтому Федор никогда не жаловался на такой расклад семейных дел. Во второй раз Павел женился на девушке по имени Евгения, но когда в семье появился мальчик Фома, семья распалась. И опять Павел не стал раскрывать причин развода. Известно лишь, что актер не стал рисковать и становиться отцом-одиночкой в квадрате, поэтому Фома остался с мамой. Настоящую любовь Павел ощутил лишь в третьем браке. Долгое время он не рассекречивал даже имени своей жены, но потом признался, ее зовут Мария. По профессии криминалист, но в целом очень творческая личность. Она родила Павлу девочку Прасковью, о которой он давно мечтал. Может, дело в том, что первые две супруги рожали мальчиков, а Павлу просто очень хотелось иметь наследницу. Надо было сказать ему, что женщины умеют рожать несколько раз. Сарказм сарказмом, а вот обида у поклонников на Павла все же есть. Почему он не делится информацией о личной жизни, ведь поклонники должны знать актера с разных сторон. А что думаете вы? Пишите ответы в комментариях.